Если хочешь быть здоров, послушай докторов и народных целителей. Холодная погода и отсутствие солнечного света – все это отнюдь не способствует хорошему иммунитету. На помощь нам приходят аптечные препараты и лекарственные растения. Какие средства выбрать, чтобы укрепить свое здоровье, разбиралась Ольга Русул. Правильное питание, полноценный сон и отсутствие стрессов. Вот, по мнению специалиста-аллерголога-иммунолога Дмитрия Рождественского, три кита здоровой жизни. Кроме того, доктор уверен, надо соблюдать умеренность во всем и в первую очередь в питании. Правила не хитрые, зато организм выработает иммунитет, способный вас защитить. Помогают нам их поддержать элементы здорового образа жизни. Как-то умеренная физическая нагрузка, ограничение вплоть до исключения вредных факторов, представленных табакокурением, злоупотреблением алкоголя. Кроме того, необходимо соблюдать профилактические меры, актуальные как в период сезонного заболевания респираторными инфекциями, так и в режиме пандемии. Мытье рук, ношение защитных масок, промывание слизистых. Также мы должны использовать ежеквартально витаминно-минеральные комплексы. То есть каждый квартал в течение месяца мы должны употреблять витаминно-минеральные комплексы. Мы живем на севере в условиях недостатка витаминов и минералов. Впрочем, альтернативой медицинской точки зрения на укрепление иммунитета выступает медицина нетрадиционная на основе трав. Причем заготавливать иммунные растительные сборы можно и самостоятельно. Главное – строго придерживаться рецепта. Еще 10 лет назад в Ненецком округе был издан травник, в который вошло 80 наименований растений. Его автор Любовь Царькова рассказала о самых популярных и доступных способах позаботиться о своем здоровье. «Всем доступен иван-чай, всем известный. Естественно, надо для всех растений искать чистое место куда-то подальше. Ну, не проблема. Вот мы, допустим, нашли. Иван-чай с самой ранней весны, побеги иван-чай, такие елочки, рвали. Причем едешь в это место или идешь, собираешь где-то впрок на неделю. Потому что, когда зелень хранится в холодильнике, она ферментируется, она еще полезнее делается». Это растение можно употреблять в пищу, в разнообразных блюдах и есть просто так. Кроме того, иван-чай можно заготавливать специальным способом и заваривать как чай. Отличными иммуностимуляторами являются листья мяты, черной смородины, чашелистики морожки. Каждое растение несет пользу. «Ягеля три вида. Знаете, вот, наверное, такой лишайник белый, как звездочки. Вот это кладония звездчатая. Лучше всего ее, чтобы есть еще другие виды, но чтобы не путаться. Вот ее собрать немножко. Лучше всего сейчас, чтобы хватило до лета. И просто вот шепотку этого ягеля есть жевать». И еще, вопреки многим суждениям, Любовь Царькова считает, что проводить отпуск надо на севере, но при этом стараться ловить солнечные дни. «В этом году мы полетели на Северный Тиман, так там сто раз лучше Алтая. То есть даже никакого сравнения. Алтай – это чепуха. Здесь у нас можно отлично отдохнуть. Вот Северный Тиман – это просто волшебство. Там ходишь среди этих останцов в эйфории такой. Вообще рационально ты не соображаешь. И теперь тебе хочется после этого, когда мы были в августе, вернуться туда. Все, что ты хочешь в жизни, это туда вернуться и просто там сидеть спокойно». И все же, прежде чем выбрать для себя самый удобный и эффективный способ укрепления иммунитета, необходимо проконсультироваться с врачом, а потом уже выбирать с учетом особенности организма. Ольга Русул, Катрина Тейбарей, Леонид Шишлов, Антон Водряков, Телеканал Север.